Здравствуйте. Добрый день. У меня Рустам Гусейнов зовут, помните? Я из ДНР. Из ДНР, город Макеевка, Рустам Гусейнов. Ну, вам видно? Видно, можете снимать, я не против. Ну да. Как говорите? Хотел у вас уточнить вот некоторые моменты. Получается, ну как, сейчас же получается в храмах, ну в общем толком нету православных. Вот. Есть, ну, оцерковляют, и есть взрослые христианские школы, детские христианские школы. Ну, вот. И, ну, вот толком всё равно я смотрю, как бы, да, всматриваясь в людей, вот, живой веры, мало у кого есть живая вера. И она, знаете, как-то больно на душе сильно. Вот. Тоскую по этому поводу очень часто. Вот. Что, что вследствие этого делать? Может быть, как бы, это проблема во мне, в моём внутреннем, как бы, понимании. Я, может быть, что-то не так понимаю. Вот. Либо что-то нужно читать, как-то нужно по-другому относиться к этому. А вот вы, когда смотрите наш YouTube, вы видите, у нас собрания проходят, когда занятия, и вы себя воображаете здесь. Вам было бы скучно или нет? Нет. Я был бы довольным человеком. Счастлив. Вот. Теперь попытайтесь это создать. Мы же с нуля начинали-то. Ну, да. У вас есть хоть один человек, который с вами согласен, что нужно изучать Слово Божие? Ну, так как я, ни одного. Рядом нет. Ну, только у вас в общине я вижу. Конечно, смотрю ваши ролики, конечно же. Только ваша община такая самая сильная, самая знатная, наверное, во всём мире. Потому что я много видеороликов пересмотрел. И протестантского направления. Конечно же, протестанты — это не церковь. Мы это уже определились. Вот. А вот что касается православия, знаете, такое всё мёртвое, омерщвлённое. Вот это, ну, естественно, сделали акцент на иконах, так сказать, на мощах. Ну, это же не живая церковь. А вы это не глядите. Давайте по частям. Вот. Люди разрабатывают участок в тайге. Вот их раскулачили. У них были дома. У нас по Теряевке семь семей. Погрузили на баржу и по Томи реке сплавили в тайге. И разгрузили, выбросили, и всё. Ничего нету. Через неделю привезли первый мешок муки. И они сразу же начали рыть землянки. Сразу начали пилить деревья вручную. Разделывать. Ни стекла, ничего нету. Что там где есть. Кто-то зайца поймал, там шкурку маленько почистил, хоть свет-то попадал бы где-то. Стали искать, где какой кирпич сделать. Нету. Научились из глины бить печи. А у всех дети здесь. Вот так это в церкви надо раскорчевывать. Надо начинать. Вот мы приходили в церковь, стояли, смотрели, как сделать, чтобы торговли не было. Как сделать, чтобы чужие-то не ходили по церкви, а стояли, молились. Мы стояли и смотрели, и ничего нельзя было сделать. Как одно только церковь закрыть надо. На огромный амбарный замок. И начинать занятия в ограде церковной. И месяца два пройдет, там три. Тогда по одному человеку, кто обратился, покаялся, тогда маленько на цепочке открывать, по одному пропускать. И церковь обновится. В времена Декия. 249 год от торжества Христова. Пришел гонитель. А в это время люди в университеты тут женятся, детишек полно. Он как дарил по христианам, только пыль пошла. И церковь уменьшилась, может, в десять раз. Все стали скорее там билеты получать, и на ИНН. Все. Ну, я современным языком говорю. Но как только церковь обновилась, то три года всего, в 251 году его уже убили. Церковь обновленная полностью была. И я скажу, что никогда у верующего человека отчаяние не приходит. На нашу сторону становится война, гонение, презрение людей, скорби, печали. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Но слушали меня, будут слушать и вас. Вы решительно восстаньте против самого себя. Какой священник не гляди. Закрой глаза. Стань и молись. Бог тебя услышит. А потом подойди, скажи, когда вы выходите на улицу, батюшка, как бы знать Евангелие-то, вот я, скажи, наткнулся на таких. И тут Слово Божие изучает православное. Я люблю православную церковь, но я хочу быть знающим. Верующим крепко и знающим. Давайте организуем. Он скажет, да брось ты, не надо все. Тогда начинай с народом говорить. Он на тебя гонение воздвигнет. А ты прими с радостью. От церкви никуда. Хоть убей. Хоть сто раз отлучай. На меня епископ наш грозился, я вас отлучу, батюшку запрещу. Я сразу всем объявил. Если меня епископ отлучит, я буду стоять в притворе. Я приму с радостью. Но в университетах, где я преподавал, меня он не тронет. Это не его область. Я по-прежнему там буду. Здесь я уже пропадать не буду, раз я запрещенный. Все. А он этого не сделал. Но я заранее сказал, я подчинюсь любому решению. Вы настройте себя на это. Не хвастись, собственно. Вот я недоволен, не получается. Да, корни, да, глубоко. А вот мы сейчас в деревне были. Вы посмотрите, что мы рыли. Одно дерево с корнями вытащить. У нас 4 метра так, 4 так. И в глубину метра 2. Вручную, никаких машин не было. Пень полностью обкопать и подрубить. И вытащить. Яму засыпать. А еще ничего не сделали, только яма. Но в этом месте мы склад построим. Вот так. Мы с нуля начали. Мы не стонали ничего. В начале собирать, где какая железо. Что-то можно отпилить. Из нее что-то сделать. Купили лопаты. Топоры. Я сразу стал строить, что на 70 человек в один день приедут. Столовая какая будет. Мы первые пришли. Где брошенные изоляторы, провода. Все это собирать. Люди приедут, чтобы было. Давай электричество проводить. Столбы поднимать. Пасынки искать. Электричество провели. Школу начали. Храм строить. Ни рубля государство не дало. Ничего нету. А скотина пошла, подрастает. Пруды начали запружать. Рыба. Мы единственная такая деревня, где не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. Пять. Да никто же не будет тут жить. Живут. Мало. Ну и что, что мало? Много званых, мало избранных. Я говорю, первый год полторы тысячи заявлений поступило. Мы разрешили троим, а остался один. На полторы тысячи один человек. Я понял. Это надо себя настроить так на это, что, Господи, я с тобою, а вас мало. Большинство там, где Бог. Мы вывесили везде таблички, пять дорог в деревне, везде на территории деревни курить запрещается. Везде околопрудов выставили, территория деревни стрелять запрещается. Мы заповедник создали. И все. Мы не стали никуда обращаться там, не жаловаться, ничего. Мы просто молились. А угрозы пошли, на бульдозеры приедем тут, раздавим все. Никто не приехал, не раздавил. А тогда с другой стороны приезжает тогда первый секретарь райкома партии Куфаев. Хороший человек, хотя и коммунист. И говорит, тут деревней разбросится. У нас 460 деревень заброшено, пустыри. Берите, там и асфальт есть, еще столбы, инфраструктура хоть немного, дороги. У вас еще тут нету. Мы, говорим, мы на родину вернулись. Но чем я могу помочь? Помощь одна от вас. Не мешайтесь нам, не трожьте нас. И он, когда приехал, а тут железные решетчатые уже и двери, эти, сказать, ограды, крыши кроет там, кто из кирпича, кто из самана. Он приехал и подивился. Школу открыли, государственную. Учителя все верующие. Дети там на этих конкурсах, там первое место занимают. И музыка, и иностранные языки. Мы с нуля начали, и все Бог как-то делает. Делает так, как будто мы у Бога на виду стоим. Так что, измени отношение к этому. И не когда-то, а сегодня, даже не завтра, сегодня начни делать. А как? Никак, начни молиться, в первую очередь. Чаще, вот я показываю вам, вот оружие наше. Не меньше 7 раз в день, если можешь. А если на своей работе работаешь, где там, в больнице работаешь-то? Да, да, да. Ну вот, ты там тоже просил Бога мудрости. Сложный, скажи, аппарат человек. Всю жизнь ущисть и не познаешь до конца. Чтобы люди к тебе старались на прием попасть. Молва пойдет. Какой врач у нас там работает-то? Вас там называют Рустамом? Да, Рустам. А вы им скажите, что, если можете, я крещеный, вот такое у меня имя. Ясно. Еще хотелось по поводу этого. Как бы я уже подходил в храмах, в храме, к людям, например, к одному человеку, который уже 20 лет воцерковлен, уже ходит, убежден, боится ада. Но он бритый. Он не занимается чтением Слова Божьим. Он не читает Библию. И меня вот еще одно поразило, я вам там писал, я не знаю, прочитали или нет, что вот подходил к одному, ну, как служащему в церкви, он там помогает священникам. И он, ну, как-то у нас полемика возникла насчет того, что я читал Евангелие. У меня, знаете, как уста чуть-чуть закрывались, смыкались как бы. И я думал, что из-за этого. То есть, да, мне было сложно говорить в этой связи. А это оказалось всего лишь гормональный дисбаланс, вот, из-за которого, так сказать, это все. А он, как бы, получается, сказал, что бывает люди читают, как бы, священное писание сходят с ума. Как бы, ну, чуть-чуть надмеваясь. Старобрядцы говорят, старобрядцы, это их. С ума сходит со своего ума, это правильно, становится на Божий ум. И вы приглашаете не одного, и тогда люди будут с вами. У вас квартира сколько квадратов? Ну, трехкомнатная, сколько квадратов я там нищу. Ну, трехкомнатная. Какой багаж. Так вам можно людей приглашать, не бояться. У меня было всего 12 квадратов. И у меня ночевало по 11 человек. Ночевали, я недалеко от вокзала. И на полу никто не спал. У меня плацкарты, ну, как, говорит, нары везде. И сейчас здесь вот все так же. Понимаете, Игнатий Тихонович, ну, были бы, ну, реальные, настоящие верующие люди. Понимаете, не лицемеры, не которые надмиваются Словом Божьим. Понимаете, когда говорят, например, вот читаешь Евангелие, например, ты можешь сойти с ума. Ну, конечно же, это для меня неверующий человек, который просто лицемер. Если он там служит, там, в церкви, там, в храме, это такая же патриархальная получается. Уже не объясняйте ничего. Он сказал, не ладно, сказал, теперь о нем молись. Говори другим, чтобы собралась группа. И когда вы будете читать Слово Божие, заниматься, у нас третий том открытым оком. Как вести занятия? Вот что, третий том открытым оком. Там написано исследование или как-то, Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, изучение. И по нему, чтобы люди участвовали. И все это, ненужные люди, они отойдут, им это не надо. А группа будет, теперь каждый к себе еще кого-то приглашает. И начинайте, чтобы батюшка увидел общину. Батюшке там еще где помочь надо. Сразу платите десятину ему. И сердце его умягчится. Притом решительно. Мы поговорили, время мы повторяем. В прошлый раз говорили, сейчас. Больше об этом не говорим. Вопрос решенный. Начинаем работать. Еще хотел поинтересоваться вот о чем. Мне интересно, вы говорите, рукоположение получается. Рукополагают священников. Если разбираться, например, священники должны быть какими? Это все в Евангелии сказано, правильно? А если вот так просто подумать для себя и сопоставить, как может Дух Святой, такое дарование, сходить на скверных людей? Ну, по канонам нужно. Не раньше 30 лет. Это первое. Далее, что после крещения он не впадал в блуд и нигде. И взял ни разврат, ни сут. Но сегодня на это не смотрят. Что он может наставить на путь истинный. Поэтому как-то пришли вот так вот люди к епископу. И говорят, вот нам нужно... Ну, какой вам священник? Я уже второго вам даю, вам все неладно. Ну, чтобы он красивый был. Чтобы высокого роста был. Чтобы он был все-таки богатенький и прочее. Он говорит, у меня есть один. Они обрадовались. Он пошел и фотокарточку принес ему и все. Так это фотокарточка все. Ну, вы нарисовали-то фотокарточку. Живой человек, у него какие-то промашки где-то. А вы так начинаете. Ну, вы с ним работаете. Вот у нас как бог идеально сделал. Мы начинаем думать об этом. Бог сразу моего брата делает священником. Он едет в семинарию, учится, возвращается родной брат. Ему уже 40 лет. Понимаете как? Ну, 25 диаконов, 30 лет уже священник. Он раньше не рукоположился. Нам не надо было искать его. Мы искали. А бог сделал так. Сейчас два у нас человека учатся в семинарии. Московского патриархата. Ясно. Еще, ну, это, конечно, к церкви никакого отношения не имеет. Хотелось поинтересоваться. Ну, если можно, конечно. Вот вы тогда, как бы, говорили, вы вот интересуетесь личностью Гитлера. А как бы, почему с вашей... Потому что я выискиваю, было ли у него покаяние. Такой грех сделать-то. Ну, неужели он не понимал? Такой умница. Ему сколько дано было. И сейчас уже больше и больше нахожу. Но нигде покаяние. Это у Дучи, это, в Муссолини было покаяние. Было. Люди понимали. Приходили смирать. Ну, у него сотворить такое злодеяние в мире. Ну, неужели совсем покинуты богом-то? Такой умница все же был. Сколько покушений на него было. Клевет. Ну, представь, из разрухи поднял. А здесь, наоборот, приходят правители. Такую богатую Россию на разруху бросили. А было у Сталина покаяние? Нет, конечно. Его отравили и все. Этому извергу бог ничего не дал. Это злодей из злодеев был. Сто миллионов жизней на его совести висит. А у Гитлера пятьдесят только. Ну, в половину меньше всего лишь. Просто, как бы, как я читал, да, вот по книгам, например, Гитлера, как бы сначала двигали, ну, как называется, скажите, ну, те власть имущие, которые все банки держат. Ну, это образно, я вам хочу сказать. То есть, его финансировали. Он был как, ну, в руках чьих-то там. Просто потом повернулся, начал уничтожать там евреев, цыган, там, так сказать. Потом ему помогал, помогала наша страна, бывшее государство. Все это известно. Ала Европа. А Сталину, получается, никто не помогал. В Первую мировую войну, во Вторую мировую войну, он все восстановил из разрухи. Он помогает, он перерубили все, весь генералитет, офицерский класс, дворянский, интеллигенцию. Все показали, что... А Гитлер-то не убивал своих, Гитлер-то других завоевывал, он никого не убивал своих-то. У него все оставались дворяне, все на своих местах. Что сравнивать-то? Сталину в сто раз хуже Гитлера. Меня интересует только момент покаяния, когда он понял, что проиграно все. Я внимательно всех выслушаю. И даже секретарь написала, там Юнге одна выступает. Не было покаяния. Даже нету. Меня вопрос этот все время волнует. Ему так много было дано, но неужели... Не понимал он, что зачем он трогал евреев? Зачем он на Россию пошел? Его же предупреждал Придрих Барбаросса. И план-то Барбароссы пошел, когда... Что русского не трогать. Он не истребим, этот человек. Огромное его пространство поглотят тебя. Ясно. Интересуюсь тебя очень сильно этим. Было ли покаяние? Это главный вопрос. Потому что об одном кающемся. Его... В Латвии иконы стоят. Его канонизировали Гитлера. А в русских храмах канонизировали Сталина. Сталина. Да все-таки его канонизировали, да? Да официально нет. Это неофициально попыток. Сумасшедшие они какие. А там свои. Ну все. Два изверга, два людоеда уже канонизировали их. Я говорю, за что Гитлера канонизировали? О! За то, что только евреев уничтожал. Заодно это, говорит, надо канонизировать. Они все захватили. Ни житья никакого нету. Банки все разорили. Я говорю, вот так. Он за это-то и погиб. А не то, что канонизировать. Это народ Божий. Его нельзя проклинать. Семя Аврамова. А они не такие. Зачем тебе говорить, такие не такие-то? Я тебе говорю, а ты, говорю, не слушаешь. Я его благословляю каждый день. Семя Аврамова. И у меня все благословенно в жизни. Все, все. Что бы я ни начал делать, такое благословение, что люди даже не верят. Это невозможно сказать. Просто Бог как с неба опускает. Я беру и благодарю, и дальше иду. Я уже удивляться, я почти не удивляюсь. Еще хотел, ну, уточнить, за бороду, получается. Вот маме показывал, да, там, еще там одной женщине. Все женщины категорически говорят, нет за бороду. То есть им так это не нравится. А зачем это говорит? Это блудодейная ересь. Запомните. Бородобритие – это блудодейная ересь. Я знаю, да. Ну, все, разговора нет. Она должна рот раскрывать дальше. Скажи, а почему у тебя бороды нету? Ты женщина. Господь так устроил, что гормоны там все это работают так. Это твоя энергия. Так я примеры им привожу. Я говорю, когда я в Италии, получается, в университете учился, там был профессор. И, получается, из кафедры гигиены, профилактической медицины. Вот. И он и то бороду носил. Я говорю, так это Италия, развитая страна. Вот им привожу примеры. Они как плюют на это. Вот, побрейся. Это не гигиенично. Я уже все. Это наоборот гигиенично. Ты шкуру трогаешь, скоблишь. А у меня она не трогается. У меня щитая. Типа тут пыль собирается. Я говорю, ничего. Я тресся, а у тебя на тело, на тело. А борода-то-то мертвая. Вот они говорят, пусть скажут, да, правильно. Нет, я уже не трогаю. Я трогать не собираюсь. Мне она нравится. Так уже не колется ничего нормального. Даже не нравится. Это не надо слово говорить. Нравится, не нравится. А Бог повелел. Ты делай не потому, что нравится. Иначе ты ее сбреешь завтра. Я делаю из-за страха Божия. Христос бороду носил. Пророки, апостолы, святые отцы все. Без бородов ни одного нет. Ну да. Но еще теперь доказывают. Мы православные. А сектанты, они в галстуках бриты. Он как у православных Осипов, там профессор. Он может быть масон последних степеней. Это не пример. Пример для нас. У нас святые изображения, иконы. Смотри. У нас патриарх с бородой. Встречается с папой римским. Папа там весь выскобленный. Да наш патриарх как ангел против него. Выглядит. Да. Ну а так, в принципе, все. Буду тогда... Давайте. Буду тогда над собой работать. Во славу Божию. Спасибо. До свидания. До свидания.